Браво! Следующий поэт, виденье Мегатерины Скабардиной, Таисия Кьянкова, уважаемые друзья! Таисии, видимо, тоже здесь нет. Ничего страшного. Продолжаем дальше. Гелия Бессмертная. Она, по-моему, пишет сюда уверенным поэтическим шагом и аплодисменты. Гелия, пожалуйста. Здравствуйте, я благодарю. Очень приятно быть здесь вывешена. Это, знаете, как в школе были такие доски почета, где были только самые отличники. И я поздравляю всех отличников от поэзии, которые здесь находятся. К сожалению, места здесь мало и очень обидно, что не все поэты вместились, потому что на самом деле их гораздо больше, чем вы здесь видите. Катя, спасибо огромное за эту возможность быть узнанными, быть... Слышали? Да, услышали. Вот, я прочитаю не то стихотворение, которое здесь идет, это будет неинтересно. Здесь погода стоит негодная, путешествуем на такси. Я с тобой становлюсь свободная, ты со мной даже не проси. Здесь погода дожди с ураганами, сносит ветром чуть за порог. Я с тобою как будто пьяная, ты со мною не чуешь ног. Здесь погода стоит плаксивая, что не улица, то канал. Я с тобой становлюсь красивая, ты меня даже не узнал. Небеса затянуло тучами, выпал град ледяной алмаз. Я с тобою от случая в случаю, ты со мною в последний раз. Спасибо. Ваши аплодисменты, уважаемые друзья. Спасибо огромнейшее за ваше чтение. Запомните этого замечательного человека. Такенька, двигаемся дальше. Следующий поэт Лариса Бористова, ваши друзья мои. А вы здесь, и это прекрасно. Я с огромным удовольствием вручаю вам микрофон. Спасибо. Ну так получилось, что мы с Катей познакомились задолго до этого проекта. Мы встречались с ней на всяких семинарах фотографов. И когда два фотографа встретились в студии, и мне пришлось работать моделью, это был, конечно, опыт для меня совершенно новый. И что я хочу сказать. Вы знаете, каждая сессия длилась минут 15. Я сама, работая с моделями, знаю, насколько трудно за такое небольшое время человека раскрыть. И когда все вот эти портреты будут открыты, вы увидите, какие они разные. И насколько интересные лица получились у Кати. То есть мне на себя было очень интересно посмотреть. Я себя такой как-то со стороны никогда, естественно, не видела. Я считаю, что это очень такой удачный проект. Мы сами на себя посмотрим со стороны, на нас посмотрят. В общем, Катя, я считаю, что проект удался. Спасибо тебе большое. Ну и стихотворение тоже летнее. Кто-то уже читал тот летнее. Это лето течет куда-то, как сквозь пальцы песок. Июль пахнет хвоей, грибами, мятой, спелой ягодой на краю. Это море и небо это, пряди ветра в густой листве. Замирают чеканки света на чувствительной пленке век. И в груди ощутимо ноет, словно в зале, где шло кино. В сером ривне и ярком зное задержаться нам не дано. Жизнь, которую лето дарит, проходя, оставляет свет. Новый гриф на твоей гитаре. Жар вишневый в стеклянной таре. Фотоснимки, где нас не старит роковое течение лет. Спасибо. Ваши аплодисменты. Ваши аплодисменты, уважаемые друзья. Ходи, да. Следующий герой, Яков Семочкин. Здравствуйте. Здравствуйте, вам микрофон, пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Спасибо, Екатерина, за такое право поучаствовать в этом замечательном проекте. Действительно, видишь своих друзей и просто радуешься, что они представлены здесь так замечательно и могут поучаствовать в таком мероприятии, представить нашу новосибирскую поэзию. Тут у меня стихотворение как раз про поэзию. Называется она «Каков с поэзией доход?» Каков с поэзией доход? Над строчкой не звенит монета, Гай Меценат гуляет где-то, И слава что-то не идет. За тридцать быть поэтом стыд, За лысины, пивной животик И вдохновенья острый дротик Все реже точно в цель летит. Поклонники у молодых, Признаться и у них не густо, Но у тебя и вовсе пусто, И ты не первый средь вторых. И, как назло, опять тебя Старик державен не приметил, А постмодерно модный ветер Промчался мимо смысл губя. Так что же, классики мои, Чем оправдать сей труд досужный, Который нынче вряд ли нужен В подвижном нашем бытии? А классик вдохновенно чист, Глядит с парадного портрета, Молчит и не дает ответа, А ты кропаешь новый лист. Так что, друзья, кропайте новые листы, И ваши портреты украсят эту Замечательную карьеру От замечательной Екатерины. Спасибо за проект. Яков Семочки, уважаемые друзья, Запомните это лицо и эти имена и фамилии. Катенька, дальше. Слава Чехов. Слава Чехов. Потрясающе веселый, Аризматичный молодой человек. Следующий поэт. Маша Штольц. Мария Штольц. Есть здесь у нас? Ах, жаль. Продолжаем дальше. Поэт по портрету от Кати Скобардиной И следующий. Надежда Штейнпресс. Штейнпресс. Нету, к сожалению. Двигаемся дальше. Ольга Самсонова, уважаемые друзья. Давайте поаплодируем. Дадим этим людям свои эмоции. Потому что свои стихи Они вам уже подарили здесь, на этих фотоснимках. Дальше, пожалуйста. Анатолий Горовой. Аплодисменты. Елена Соболева. Бульс. Еленочка. Жаль, жаль. Следующий. Мария Дубяковская. Машенька, здравствуйте. Ну где овации, друзья мои? Давайте поддержим. Пожалуйста, вам микрофон. Спасибо большое, Катюшка, что вытащила меня сюда и вытащила меня в этот проект. Все такие бодрые выходят, скажу, по контрасту, наверное, на болевшим. Для меня история с фотографированием – это такая достаточно травмирующая история обычно. Потому что что такое фотографирование? Это вытаскивание из тени на свет, под софиты вот, под эти беспощадные, да? И когда это делает не профессионал или просто неделикатный человек, или просто вот человек, цель которого – сделать репортаж, это может быть, во-первых, не эстетично, да? Кому вот нужен поэт, там, застывший, там, с открытым ртом или с откляченными частями тела? Во-вторых, это, я считаю, что никому не нужно, потому что это не передает никакой образ. И это такая просто отметка, что здесь был Вася, да, на этом мероприятии, вот в какой-то позе стоял. Вот, с Катей другая история совершенно. То есть, Катя, прежде всего, художник, Катя работает с образами, Катя делает это очень бережно и деликатно. Большое тебе спасибо за твое сияние, которое у тебя внутри, и которое ты из нас тоже вот достала и презентовала. Огромное тебе спасибо. Сейчас чуть-чуть прочитаю. В тихо время называется «Легкостих». Я решила жить без тяжести и без тяжести живу. Что во сне хорошим кажется, в то и верю наяву. Потому с собой из прошлого не беру пудовый груз. Здравствуй, пригоршня с морожкою, до свидания, черный грусть. Не мадонную с кошелками, бабья ересь, лук, салат. Быть могу и гладко шелковой, если рядом шелкопряд. Вместо странного, туманного, ярче страсть, ясней слова. Коль зажечь сумеешь заново, можешь свечи задувать. Мне плечо твое без надобы, мне достаточно руки. До седьмого цвета радуги прыгнем за руку легки. И увидим, как с утра блестят атлас леса, рек Атлас. Дай мне, Боже, легкорадосты, легкостиши, легколаск. Спасибо. Друзья мои, Мария Тубиковская. Запомните стихи, лицо, имя и фамилию. Спасибо огромнейшее. Пожалуйста, следующий у нас поэт. Виденье Екатерины с Кабардиной. Николай Квасников, уважаемые друзья. Ну и сама Катя. Виденье самой себя. Ваш аплодисмент. Ваш аплодисмент. Продолжаем дальше. Внимание. Юрий Татаренко. Юрий Татаренко. Следующий. Павел Куравский, человек, который внес свою лепту, в принципе, в проект, и он здесь сейчас. Пожалуйста, Павел. Привет, Катюша. Привет всем. Дай обниму. То, что сделала эта маленькая, хрупкая, прекрасная и талантливая во всех отношениях девушка, это замечательно. Здесь много присутствует людей, которые не только пишут стихи, но и что-то большее помимо этого делают для объединения, организации. То, что делает Таня Порцвания, то, что делает Саша Симушкин, то, что делает Катя, то, что стараюсь делать я, другие разные люди. Мы все делаем для того, чтобы в Новосибирске были не только поэты, не только литература, но и литературная жизнь, литературный процесс. Я не буду читать стихи, я с ней очень веселого мероприятия сегодня сюда пришел. Я, вот оно мне навеяло такую мысль, что вот то, чем занялась Катя, это увековечивание, так сказать, да, вот наших стихов, наших лиц, замечательных не только сибирских, но и вообще российских поэтов, потому что Катин проект расширился, и дай Бог, чтобы он вышел, вот в смысле выставок, за пределы Новосибирска. Я уверен, что так и будет. У нас много разных начинаний, я надеюсь, что они тоже будут реализованы. Ты большой молодец. И все большие молодцы. Спасибо. Спасибо огромнейшее. Спасибо огромнейшее за слова, за поддержку Катенькой. Являй миру нового поэта. Пожалуйста. Татьяна Данилочкина, уважаемые друзья. Вот она. Здравствуйте. Получайте аплодисменты. Ну, прежде всего, мне хочется поблагодарить Катю за возможность принять участие в таком проекте. Наша любимая фотофея. Она собрала огромное количество интересных, парадных, современных поэтов новосибирцев, предоставив возможность нам познакомиться с ними. И я очень рада, что мне выпала такая честь тоже оказаться здесь. Почитаю стихотворение не то, которое представлено своим портретом, а, пожалуй, то, которое многие уже слышали из детки, существующих, но оно знаковое для меня. Называется оно «Окна». Смотрю в окно и размышляю. Глаза домов чужие окна. Пусть никогда я не узнаю, что за собой скрывают стекла. За каждым притаились люди, у всех свои дела и жизни, у всех мечты, стремления, будни. Мне не узнать, что будет с ними. Они ложатся спать, встают, идут работать, жить, учиться. Мне не запомнить все их лица или запомнить, как зовут. Жаль не помочь кому-то срочно. Жаль не спасти чужую жизнь, но с ними не одиноко. Их окна стали частью жизни. Людей намного больше окон. В них можно также посмотреть. В кого-то видно, как без стекол кого-то. Трудно разбудеть. Быть может, там, в горячих окнах, Кому-то лезут тяжелые мысли, Кому-то стало одиноко, Кому-то вовсе безразлично. А вы сейчас в окно взглянули? На вас в ответ взглянули окна? Быть может, стало любопытно, Что за собой скрывают стекла? Спасибо. Татьяна Данилочкина. Запомните, начавайте мне девушку. Катенька, следующий, пожалуйста. Александр Денисенко. Овации звучат. Видимо, самого его нет, да? Понятно. Пожалуйста, дальше. Слушаем. Смотрим. Юлия Пивоварова. Юлечка, вы здесь? Давайте дальше. Следующий. Светослав Адаренко. Светослав Адаренко здесь. Овации звучат. Микрофон, за которым удовольствием, Вам вручаю. Пожалуйста. Ну, овации, овации, овации. Здравствуйте. О, звук есть. Во-первых, Адаренко. Во-вторых, хотелось бы отметить, что в целом, как я понимаю, проект удался, в какой бы форме он не задумывался, а в какой бы форме он не воспринимался. И при этом очень интересная особенность этого проекта, то, что при отборе поэтов я заметил одну особенность. Грустную и в то же время веселую. А грустной я не буду. Вы сами видите материал. Вот. А веселая особенность заключается в том, что принцип Паретта все-таки работает. И как бы 80-20, но никто не отменял. Я очень рад, что портреты Александра Ленисенко, Юлии Пивоваровой и Бориса Гринберга находятся в этом помещении. К сожалению... Че? К сожалению, еще один мой друг никогда не будет присутствовать на этой выставке, но я прочту его стихотворение. Потому что что? Потому что Джимми Хендрик сказал, когда я умру, просто слушайте мои песни. Виктор Иванович, песенка Васи Енота. Некогда на улице Пирожковой, чуть далее улицы Правды, жил в полуподвале кудрявый, колючий такой, синеглазый Вася Енот, влюбленный в москвичку Юлию, стройненькую, как греческая буква Лямда. Стали ей круглой, и ножками-ножиками острыми, как домино. А она бегала от него и смотрела, как негр на белого. Вася не понравилось это, до того, по его мнению, офигела она. Вася Енот никак не поймёт, что зря он стоит на вокзале. Вася Енот ботинок ой жмёт, словно вебук назальный. Вася Енот машинка поёт, он по кайме шьёт глазами. Мысль обоймёт, словно киот, бласница даль бальзами. Вася Енот станцуем гавод, ты, как печенье миндальный, цедит, поёт, мушиный народ. Юлия, ты моя пальма. Спасибо, друзья. Спасибо огромнейшее за вас, за ваше стихотворение. Какенька, давай дальше. Все просто в нетерпении. Николай Пархоменко, уважаемые друзья. Николай Пархоменко. Нелли Закусина. Она здесь. Нелли. Есть? Нет? Нелли. Вы должны быть здесь по всем предзнамеваниям Нелли. Ну и мушла. Может быть, он подойдёт, и мы ещё раз отдельно представим. Итак, осталось всего четыре поэта. Давайте увидим тут портреты. Тимофей Тёмкин. Где же его? Тимкин, господи. Где-нибудь и глаза плохие. Тимофей Тимкин здесь. Нету. Жалко. Екатерина Троздова. Нету. Жалко. Всего два портрета осталось. Андрей Ложкин. Андрей. Андрей, здравствуйте. Овации не сполкают. Микрофончик вам, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, с самого начала я теперь и не говорю, что всё у нас получится. То есть, по мере сил, как мог, так помог. Думаю, что, как я писал под фотографией своей, что этот проект имеет огромное будущее. Ну, и небольшое стихотворение прочту. Думаю, по теме. Что люди начинают строить собственными руками. Нас оставили жить у обочин достаточно трудных дорог. И мы захотели очень, чтоб к нам заглянул Бог. Он всегда проходил мимо, не глядя по сторонам. Но вот в одну лютую зиму Он заглянул к нам. Остановил свой пристальный проникновенный взгляд и спрашивает нас искренне. Здесь кто-нибудь мне рад? Мы кинулись, побежали, снег искрясь полетел вверх. Я помню, когда возвращались, верили, что живём лучше всех. У каждого сердца звучало, как самый приятный звук. Мы начали строить начало при помощи собственных рук. Спасибо большое. Андрей Мошкин, уважаемые друзья. Ну и Катенька открывает всем вам Татьяну Ансване. Танечка здесь овации вам. Пожалуйста. Всем большой-большой привет. Я очень рада находиться здесь. И мне хочется сказать коротко, но важные слова. Екатерина, конечно же, воин, как и все мы здесь находящиеся. Мы воины, мы боремся за что-то своё. И это самое прекрасное, что мы можем делать. И мне хочется рассказать такое стихотворение, которое называется «Войно». Будь сильным и смелым воином, двигайся по вертикали, когда грустно немного больно раствори суету в океане. Будь щитом, отбивающим пламя, будь наставником для любого, кто готов перетачивать камень, кто познание возьмёт за основу. Будь выпрыгивающим из комфорта, не в толпе, но веди за собою. Ты из тех, кто играет аккорды, создаёт для людей внеземное. Пред тобой преклоняюсь, учитель, пусть звучит твоя музыка воли, пусть в конце недоверчивый зритель станет так же, как ты, воином. Спасибо, Катенька, ты настоящий воин, ты вдохновляешь всех здесь, я думаю. Ваши аплодисменты, уважаемые друзья! Пожалуйста, пожалуйста. Может быть, кто-то приобретёт книжку, у меня с собой есть несколько экземпляров. Небольшая рекламная пауза. Уважаемые друзья, ну что ж, я считаю, что выставка поэту, по портрету можно считать открытой. Давайте поаплодируем! К огромному сожалению, столь ограниченное пространство не может вместить в себя все огромное количество наших новосибирских поэтов. Но у нас же есть бесконечные просторы интернета. Поэтому, уважаемые друзья, где вот эта бумажечка, которая закрывала? Да, где она? Можно дать мне одну, пожалуйста? Дело в том, что, во-первых, уважаемые друзья, с сегодняшнего дня стартует потрясающая акция. Чтобы поучаствовать в акции, нужно сделать следующее. Сделать так называемую себяшку, либо селфи, либо просто фото на фоне наших замечательных поэтов. И прикрепить к этой фотографии так называемый хэштег. Именно по этому хэштегу, по этому портрету Катенька в ближайшее время выберет одного из вас, кому она подарит абсолютно бесплатно фотосессию от себя самой. Вот так вот. Итак, хэштег поэту по портрету. Не забудьте добавлять в ваши фотографии и держите, чего это. И группа ВКонтакте поэт портрет. Не забывайте заходить туда и ознакомиться со всеми фотографами, которые поучаствовали в этом замечательном проекте. Ну, а сейчас в конце я думаю, что было бы очень здорово сделать огромную фотографию всех поэтов, просто всех, кто здесь сегодня есть для истории. Вот так вот. Итак, все сюда, друзья мои, все сюда, все наши поэты вместе с Катей. Кто будет фотографировать, сразу определяйтесь. итак, давайте, давайте, друзья мои, давайте поаплодируем нашим поэтам. Браво, они все здесь. Друзья мои, у кого есть желание тоже присоединиться и быть в истории, быть в этой исторической фотографии, тоже подходите, пожалуйста. если кто-то вдруг подошел только и не знает, что вообще происходит, друзья мои, перед вами практически полным составом наши новостивирские поэты и поэтессы. Давайте раз, поаплодируем. И что бы хотелось добавить, друзья мои, во-первых, конечно же, запомните эти лица, читайте стихи и не забывайте, что здесь у нас в Новосибирске тоже есть потрясающие современные поэты. Читайте стихи, будьте красивы, ну а сейчас я всех приглашаю воочию посмотреть вблизи, так сказать, на фотографии наших поэтов, почитать стихи и не забывайте про конкурс поэту по портрету. Хэштег поэт-портрет. Удачи вам, подходите в фотографии. Субтитры Продолжение следует...